Джон Марс. The One. Единственный. Любить, испытывать любовь. Этого достаточно. Не требуйте большего. Вам не найти другой жемчужины в тёмных тайниках жизни. Виктор Гюго. Отверженные. Глава первая. Мэнди. Затаив дыхание, Мэнди не сводила глаз с фотографий на экране компьютера. У обнажённого по пояс мужчины были коротко стриженные светло-каштановые волосы. Он картинно стоял на пляже, расставив ноги. Верхняя часть гидрокостюма была спущена до пояса. Пронзительно-голубые глаза, широкая улыбка, два идеально ровных ряда белых зубов. Мэнди почти чувствовала вкус солёной воды, капавшись его груди на доску для серфинга у его ног. «Господи!» — прошептала она, даже не заметив, когда у неё перехватило дыхание. Кончики пальцев покалывало, лицо покраснело. Интересно, как тело отреагирует на него при личной встрече, если она сейчас так реагирует всего лишь на фотографию? Кофе в полистироловом стаканчике уже остыл, но она всё равно допила его. Сделав скриншот снимка, добавила его в только что созданную папку на рабочем столе, а заглавленную — Ричард Тейлор. Затем окинула взглядом офис, чтобы проверить, не подглядывает ли кто-нибудь за тем, чем она занимается в своей кабинке. Но нет, никто не обращал на неё ни малейшего внимания. Мэнди прокрутила экран вниз. Хотелось взглянуть на другие фото в его альбоме на Фейсбуке под названием «Вокруг света». Он явно много путешествовал и побывал в местах, которые она, если и видела, то только по телевизору или в фильмах. На многих снимках он был в барах, на тропах пеших прогулок и в храмах, позируя на фоне достопримечательностей, нежисть на золотых пляжах или ловя адреналин в бурных водах. На этих снимках он редко бывал один. Мэнди нравилось, что он, судя по всему, человек общительный. Движимая любопытством, она заглянула ещё дальше в историю его записей. С того момента, когда он, ещё учась в выпускном классе, создал на Фейсбуке свою страничку и потом три года вёл её в университете. Даже неуклюжим подростком он показался ей привлекательным. Спустя полтора часа, изучив почти всю историю красивого незнакомца, Мэнди добралась до его ленты в Твиттере. Хотелось узнать, чем он считал нужным делиться с миром. Увы. Похоже, что его беспокоили лишь взлёты и падения арсенала в английской премьер-лиге, изредка перемежаемые ретвитами об упавших или наткнувшихся на неподвижные объекты животных. Арсенал. Британский футбольный клуб. Их интересы, судя по всему, сильно различались, и Мэнди задалась вопросом, почему их сочли ДНК-парой и что у них могло быть общего. Затем она напомнила себе, что ей пора отбросить образ мыслей, необходимый для сайтов, знакомств и приложений. Программа «Найди свою ДНК-пару» зиждилась на данных биологии, химии, достижениях естественных наук, которые были выше её понимания. Но она доверяла ей всем своим сердцем, как и многие миллионы людей. Перейдя на профили Ричарда в LinkedIn, Мэнди выяснила, что после окончания Вустерского университета пару лет назад он работал личным тренером в городе, расположенном примерно в сорока милях от того города, в котором жила она. «Неудивительно, что он такой мускулистый», — подумала Мэнди. Попыталась представить, каково это — ощутить себя в его объятиях. Она не ходила в спортзал с тех пор, как год назад заняла эту должность. Её сёстры заявили, что пора прекратить лить слёзы, оплакивая неудачный брак, и начать новую жизнь. Они увезли её в ближайший отель, в котором имелся спа-салон, где в течение дня её тело массировали, выщипывали, удаляли лишние волосы воском, клали на неё горячие камни, затем её саму в солярий и снова массировали до тех пор, пока все до единой мысли о её бывшем не были выбиты из её позвоночника и плеч и каждой поры её кожи. Она купила абонемент в спортзал, клятвенно заверив сестёр, что будет выдерживать график тренировок, которые те для неё установили. Регулярное посещение спортзала так и не стало частью еженедельной рутины, но она всё равно платила за членство. Затем Мэнди представила, какими будут их с Ричардом дети. Унаследуют ли голубые глаза своего отца, или они будут карими, как у неё? Будут они темноволосыми и смуглыми, как она, или же белокожими блондинами, как он? Поймала себя на том, что улыбается. «Кто это?» «Господи!» Воскликнула Мэнди. Голос за спиной заставил её вздрогнуть. «Ты напугала меня до смерти!» «Просто не надо смотреть порно на рабочем месте!» Улыбнувшись, Оливия предложила ей взять из коробки Харибо конфетку. Мэнди покачала головой. «Это не порно, это старый друг!» «Ага, как скажешь!» «Ты лучше следи за Чарли, он ждёт от тебя данные...» Глава вторая. Кристофер. Кристофер поёрзал в кресле, устраиваясь поудобнее. Положив локти на подлокотники, он глубоко вздохнул и почувствовал крепкий запах кожаной обивки. «Она не стала экономить на качестве», — подумал он. Судя по запаху и мягкой коже, вряд ли это кресло было куплено в обычном мебельном салоне на главной торговой улице. Пока она оставалась в кухне, Кристофер обвёл взглядом её квартиру. Она жила на первом этаже безукоризненно отреставрированного викторианского здания, которое, судя по витражу над входной дверью, когда-то использовалось в качестве женского монастыря. Он мысленно похвалил её вкус. На встроенных в стены полках по обеим сторонам открытого камина были расставлены керамические украшения. А вот выбор книг оставлял желать лучшего. Кристофер сморщил нос, увидев романы Джеймса Паттерсона, Джеки Коллинз и Джоан Роулинг, да ещё в мягких обложках. Что касается остального убранства комнаты, то оно включало в себя обтянутый замшей квадратный поднос посередине массивного журнального столика, на котором лежали два пульта дистанционного управления. Вокруг подноса были аккуратно разложены четыре коврика ему в тон. Такая любовь к симметрии наполнила его спокойствием. Проведя языком по зубам, Кристофер нащупал его кончиком кусочек фисташкового ореха, застрявший между боковым резцом и клыком. Не сумев вытолкнуть его языком, попробовал сделать это ногтем, но кусочек ореха крепко застрял между зубами. Поэтому он сделал мысленную пометку, прежде чем уйти, заглянуть в шкафчик в ее ванной на предмет наличия там зубной нити. Ничто так не раздражало его, как кусок застрявшей в зубах еды. Однажды он даже посередине обеда ушел со свидания, потому что заметил у нее в зубах застрявший кусочек капусты. Вибрация в кармане брюк защекотала ему пах, что по-своему было даже приятно. Как правило, Кристофер строго следил за тем, чтобы в определенные моменты его телефон был выключен, и терпеть не мог тех, кто отказывал ему в этой же любезности. Но сегодня сделал исключение. Он вынул мобильник и прочел сообщение на экране. Это оказалось электронное письмо от проекта «Найди свою ДНК-пару». Кристофер вспомнил, что несколько месяцев назад отправил им мазок изо рта, но до сих пор еще не получил официальный ответ. До сих пор. «Готов ли он заплатить, чтобы получить контактные данные своей пары?» спрашивалось в сообщении. «Готов ли я?» — подумал Кристофер. «Готов ли я на самом деле?» Он убрал телефон и попытался представить, как может выглядеть его ДНК-пара, однако затем решил, что нехорошо думать о второй женщине, пока он все еще в обществе первой. Встал и вернулся на кухню. Она была там, где несколько минут назад он оставил ее лежащей на спине на холодном сланцевом полу. Удавка все еще впивалась ей в шею. Та больше не кровоточила, последние несколько капель скопились вокруг воротника блузки. Вынув из кармана пиджака цифровую камеру Polaroid, Кристофер сделал два идентичных снимка ее лица и терпеливо дождался их проявки. Ложив оба фото в конверт формата А5 с картонной подкладкой, он сунул его в карман. Положив в рюкзак свой набор, вышел, но лишь покинув темноту сада, снял пластиковые бахилы, маску и балаклаву. О продажах. Мэнди закатила глаза и посмотрела на часы в углу экрана. И поняла, если она в ближайшее время не возьмется за работу, в конечном итоге ей придется брать ее на дом. Нажав на маленький красный крестик в углу, она прокляла свою учетную запись в ход мэйл за то, что та приняла электронное письмо с подтверждением ее запроса в «Найди свою ДНК-пару» за спам. В результате оно в течение полутора месяцев валялось в корзине, пока Мэнди случайно не обнаружила его чуть раньше сегодня днем. «Мэнди Тейлор, жена Ричарда Тейлора, рада познакомиться», — прошептала она, и поймала себя на том, что рассеянно вертит на пальце воображаемое обручальное кольцо. Глава третья. Джейд. Увидев на экране мобильника сообщение от Кевина, Джейд улыбнулась. «Добрый вечер, красавица, как дела?» — говорилось в нем. Ей нравилось, что Кевин всегда начинал свои сообщения с одной и той же фразы. «Хорошо, спасибо», — ответила она, прежде чем добавить желтый смайлик. «Только сильно устала». «Извини, что не написал тебе раньше. Просто была запарка. Надеюсь, ты не злишься на меня?» «Да, немного злюсь, но ты ведь знаешь, какая я порой бываю обидчивая дурочка. А что ты делаешь?» На ее экране появилось фото деревянного сарая и трактора под ярким палящим солнцем. Внутри сарая виднели смутные очертания коров за металлическими решетками и доильные аппараты, прикрепленные к их вымени. «Ремонтирую крышу коровника. Не то чтобы мы ждем дождя, а просто почему бы не сделать это сейчас? А что у тебя?» «Лежу в постели, в пижаме и рассматриваю странные отели на сайте «Одинокая планета», о котором ты мне рассказывал». Джей допустила на пол свой ноутбук и посмотрела на список мест, которые ей хотелось бы посетить. «Просто дух захватывает, не правда ли? Мы должны поколесить по миру и однажды увидеть их вместе». «Теперь я даже отчасти сожалею, что не взяла год после универа и не отправилась с друзьями странствовать по всему миру». «А почему ты этого не сделала?» «Не задавая дурацких вопросов. Там, откуда я родом, деньги не растут на деревьях». «А жаль», — подумала она. Лишних денег у родителей не было, и ей пришлось самой платить за учебу. У нее был студенческий заем размером с гидроэлектростанцию, который предстояло выплачивать, пока ее соседи по студенческой общаге разлетелись воплощать свою мечту в жизнь, колеся по Америке. Читая их посты на Фейсбуке, Джейд буквально кипела от зависти, видя, как на фотках они радуются жизни без нее. «Не хочу прерывать наш разговор, киска, но отец хочет, чтобы я помог с кормом для скота. Напиши мне позже». «Ты шутишь?» — ответила Джейд, раздраженная тем, что их прервали. И это при том, что она прождала всю ночь, чтобы поговорить с ним. «Люблю тебя, XXX», — написал Кевин. «XXX — обозначение поцелуев». «Ладно, как скажешь», — ответила она и отложила телефон, но уже в следующую секунду снова взяла его в руки и напечатала. «Я тебя тоже. XXX». Джейд вылезла из-под толстого пухового одеяла и, положив телефон на коврик для зарядки на тумбочке, посмотрела в высокое зеркало, к раме которого клейкой ленты были приклеены фотографии ее отсутствующих друзей, колесивших сейчас по всему свету. Окинув себя критическим взглядом, она поклялась, что сделает все для того, чтобы уменьшить темные тени вокруг голубых глаз, будет дольше спать и пить больше воды. А также сделала мысленную пометку, что должна на выходных подстричь свои рыжие локоны и побаловать себя спреем для загара. Она всегда чувствовала себя лучше, когда придавала своей бледной коже немного цвета. Снова скользнув в постель, подумала, как изменилась бы ее жизнь, отправься она путешествовать с друзьями. Возможно, это дало бы ей сил не проигнорировать требования родителей после трехлетнего пребывания в Лавборо вернуться в Сандерленд. Джейд была первым человеком в их семье, кому предложили место в университете, и они отказывались понять, почему, после того, как она закончила учебу, работодатели не бросились на перегонки выбивать ее двери с предложениями работы. И поскольку долги по кредитным картам и банковским займам начали расти, Джейд не оставалось ничего другого, кроме как в 21 год объявить себя банкротом или вернуться в родительский дом, из которого, как ей казалось, ей удалось сбежать. Ей не нравилась сердитая, вечно всем недовольная особа, в которую она превратилась, но Джейд не знала, как измениться. Она злилась на родителей, заставивших ее вернуться, и стала отдаляться от них. К тому времени, когда она смогла позволить себе снять квартиру, они уже едва разговаривали. Джейд также обвиняла их в том, что именно из-за них не сумела пойти по карьерной лестнице в сфере путешествий и туризма, и теперь была вынуждена проводить свои рабочие дни за стойкой регистрации в отеле на окраине города. Предполагалось, что это будет временная работа, но в какой-то момент она стала нормой. Джейду стала злиться на всех и вся, и мечтала вернуться к той жизни, какую она изначально для себя видела. Единственным светлым пятном в этом нескончаемом дне сурка был разговор с парнем, который был ее ДНК-парой. Кевин. Джейду улыбнулась в последней фотке Кевина, смотревшей на нее из рамки на книжном шкафу. У него были белобрысые волосы и брови, улыбка от уха до уха и загорелое тело, поджарое, но мускулистое. Даже не верилось, что ей достался такой красавчик. За те семь месяцев, что они общались, он отправил ей всего несколько фотографий, но уже в самый первый момент, когда они впервые заговорили по телефону, Джейда ощутила дрожь, которая читала в журналах, и потому была уверена, лучше у мужчины не найти во всем мире. «Судьба — последняя сволочь», — решила Джейд, так как отыскала ей пару на другом конце света, в Австралии. Но кто знает, вдруг однажды, когда она сможет себе это позволить, они встретятся в реале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова